Хей-о! Здорово бандиты, а также дамы и господамы, ребята, всем привет, всем здравствуйте, с вами как всегда Левкин. Сегодня будет немножко необычное видео, так как перед началом каточки мы с тобой распакуем и посмотрим на новенький iPad mini. Вчера сходил в магазин, приобрел себе данный аппарат, ну и собственно сейчас мы его с тобой распакуем, специально не стал открывать вчера, чтобы поделиться с тобой своими первыми впечатлениями, поэтому перемещаемся на хендкам и посмотрим, как все это дело выглядит, что там внутри, ну и потом уже пойдем в игру, посмотрим, как он ведет себя именно там. Ну а спонсор данного видео букмекерская компания 1xbet, где самые большие выигрыши и быстрые выплаты, а при регистрации по моему промокоду ты получишь до 6500 рублей на игровой счет, все полезные ссылочки можно найти в описании. Так, ну что ребят, вот он наш новенький iPad mini 5 2019 года, по сравнению с моей прошкой 10.5, видно конечно, насколько он меньше по габаритам. Здесь 7,9 дюйма, а 12 процессор, ну и собственно говорить-то наверное о нем особо нечего, снимать обзор довольно-таки поздно, все технические характеристики думаю не так сложно найти. Тем не менее, 8 мегапикселей камера, 7 фронталка, хотя кто покупает iPad для того, чтобы делать какие-то фотографии, снимки, я не знаю. Поболтать в FaceTime этого будет вполне достаточно. На своем практически не использовал камеру, разве что изредка. Он постоянно подключен к компу, постоянно я на нем играю, поэтому по батарейке, честно говоря, тоже сказать не могу. Кстати, хотел отметить одну очень важную вещь, и вот здесь стерлось покрытие. Такой определенный круг. В общем, это довольно-таки странно, я не знаю как так получилось, но он не оттирается. Этот круг остается, но видимо во время игры постоянно здесь пальцем проводишь, просто стерлось покрытие на экране. Ну что, приступаем к распаковочке. Я не мастер-обзорщик, это первый мой опыт, вернее второй. Когда-то я пытался сделать обзор на эту как раз таки клавиатуру, это было моим первым видео на канале. Значит так, куплен был на 64 гигабайта, минимальная версия, без возможности установить симку. Я думаю, что для iPad это все-таки лишнее, хотя возможно для миника как раз таки будет неплохо. Для кого я снимаю этот обзор? На самом деле, вот для тех ребят, которые спрашивают, какой девайс купить для того, чтобы играть комфортно. В PUBG Mobile, да наверное и в любые другие игры, телефон я не хочу рассматривать. Во-первых, хороший iPhone стоит довольно-таки дорого. Варианты на Android я в них не разбираюсь, поэтому советовать никому не могу. Уверен в технике Apple, думаю, что стоит ее покупать. Кажется, что дорого, хотя на самом деле те же Samsung тоже продают дорого свои телефоны. Так, ну и собственно вот он. Та-дам! В какой-то пленочке, в какой-то упаковочке. Все это мы снимаем и к черту убираем. Да, а похоже надо было покупать его именно с лотком для симки. А ну стандартный провод. Зарядочка с лайкингом. Документация, инструкция. Вряд ли кому-то пригодится, но производитель обязан ее уложить. Мощная зарядка. Да, 2-амперная. То есть заряжает довольно-таки быстро, наверняка. Собственно, на этом в коробке вроде бы как все. Да, ее нельзя достать, поэтому убираем ее в сторону. Почему вообще я решил попробовать приобрести, купить себе iPad mini? Я катаю всегда с гироскопом, поэтому очень много наклоняю девайс. Либо я бьюсь руками об стол, либо об микрофон. Это не очень удобно. К тому же, ну iPad Pro значительно тяжелее. Здесь, кстати, намного хуже камера. Судя по всему, я не знаю какая она прошки. Но линза выглядит посолиднее. Можно использовать свой iPad для настройки уже нового. Интересно. Так, пытаюсь это сделать с камерой. Пока по ощущениям, ну по сравнению, конечно, с прошкой намного легче, намного компактнее. Хотя на то он iPad mini. Единственное, что хотелось бы, это, конечно, без рамок его, как iPad Pro 11. Без рамок и без кнопки. Это уже лишнее. Все-таки, ну 2019 год, все девайсы практически безрамочные. Зачем здесь так это сделали? Ну, скорее всего, чтобы удешевить технологию. Плюс здесь экран попроще, чем на той же прошке, на любой. То есть нет промоушена, значит нет 120 Гц. Посмотрим, как это себя в игре, конечно, поведет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но все-таки определенные опасения у меня существуют. Кстати, куплен был за 36 тысяч рублей. Наверняка. Есть намного дешевле. Ну, не намного, но действительно дешевле. 32, где-то я даже за 28 видел. Но надо заказывать. В моем городе нигде толком нельзя было приобрести. Подешевле. Хотелось купить, сразу же идти тестировать. То есть заказывать, ждать. Ну, не вариант. Так, ну что, ребята, падаем сегодня в рожок. Решил немножко попроще выбрать место, чтобы, ну, собственно, разыграться. Я зашел только на полигон буквально. Посмотрел, как там дела с управлением. В принципе, все с прошки вообще перенеслось. Без каких-либо проблем. И сейчас, я думаю, надо будет... О, кого-то уже вырубил мой тиммейт. В общем, все перенеслось с прошки. Даже управление, что меня несказанно радует на самом деле. Поэтому пойдем-ка, наверное, посмотрим, что там происходит. Экран, конечно, заметно меньше. Но не так, чтобы я ни черта не видел. Далеко видно хуже. Определенно. Да, здесь двое. Маленький экранчик. Я просто, если пододвину его ближе, так как... Так как мне нужно, чтобы очень хорошо все видеть, тогда на хендкайме не будет видно планшета. И еще руки не смогут так двигаться. Нойз. Чел просто в доме сидит. Я в шоке. Куда они такие берутся? Мне вообще не ясно. Немножко все равно к такому управлению нужно привыкнуть, но пальцами у меня тянуться проще до других кнопок. Я знаю, что многие... Многие играют вот так, расставив пальцы на весь экран. Но у меня именно вот как... Как крючки они... Не знаю. Может пальцы короткие, может... Ну, в общем, удобно играть именно так. Поэтому полэкрана, половина прошки у меня просто не задействовалась вообще в принципе. По ощущениям, кстати, по герцовке... То же самое, что и на про. То есть разницы абсолютно нет никакой. Кто-то еще вроде бы как топает. Мне показалось. Ну, держать в руках его 100% легче. Он мне все-таки больше напоминает большой телефон. Огромный телефон, чем планшет. Влево крутит. Блин, стройки видно, конечно, печально. О-о-о, не так все просто, да, у вас? По жопе получай. По жопе получай. По жопе получилось. Похожу. Ann Rivera. По-моему. 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 衝е. эх очень плохо без ручки блять не фоне не стрелять блять хреново надо ехать отсюда эээ слезть не могу в доме на лестнице доел твое пойдем-ка туда наверное в их сторону это зря туда пошел думаю слева от него так сейчас был их траве ёпта хаё что за хая такая блять и нашу сейчас спину зайдут сейчас попробую по дереву и здесь ой спасибо ой хорош мне кажется что за камнем еще один немножко надо под выкрутить чувствительность пока что не получается точно стрелять thank you и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok